Девушки отдыхают От оригинальной Black Mirror остались только названия и какие-то общие идеи. Снова местом действия стал большой и дремучий особняк «Черное зеркало». Снова главный герой носит фамилию Гордон. Занимается он тем, что вынимает скелеты из семейного шкафа. Правда, теперь особняк стоит в Шотландии, а не в Англии. Героя зовут Дэвид, а не Сэмуэл, и приезжает он в «Черное зеркало» издалека, чтобы принять особняк в наследство после таинственной смерти отца. На пороге его встречают скользкий юрист, мрачная бабушка и ее вредный дворецкий. И с самого начала понятно, что они хранят какую-то тайну. Потом появляются еще несколько архетипных персонажей, вроде слепого садовника, родственника-дебила и молодой и наивной служанки. Но все они до самого конца что-то недоговаривают. Из них нужно вытягивать информацию. С ними бесполезно говорить без железных аргументов. И вокруг этого придуманы разные игровые подножки. Тебе обязательно надо найти определенный предмет, какое-то доказательство, чтобы в диалогах появились нужные реплики. Впрочем, ближе к середине игры у героя появляется подружка-психиатр. Она и лампу для него носит, и в подвал спускается в кухонном лифте. Главное перед этим найти для нее нож. Мила охает, едко отвечает и становится в красивую позу, когда ее не пускают в фамильную оранжерею. Правда, с ее появлением совсем пропадают намеки на триллер в духе Эдгара Поа. И начинается просто приятный детектив, который со временем становится готичным и все больше и больше паранормальным. Что это? А про хоррор забудьте. Кажется, никто не пытается его делать. Максимум игру пытались сделать атмосферной и увлекательной. Но зато в этом преуспели. Black Mirror замечательно держит интригу. Ей удается передать дух старого мрачного семейного дома, где тайны, смерть и призраки стали нормальным явлением. И это параллельно оправдывает малое количество локаций в игре. По сюжету, особняк — это огромное здание с десятками комнат и многовековой историей. Но по факту все гораздо скромнее. Это же касается персонажей и роликов. На анимацию часто больно смотреть. Особенно на то, как персонажи разворачиваются на месте или что-нибудь обходят. А иногда просто смешно, как они друг с другом общаются. Они могут разговаривать один на один, но при этом смотреть в разные стороны, как роботы или заводные игрушки. Да и внешность главного героя, так сказать, своеобразная. Если он похож на аристократа, то лишь на сильно пьющего. Примерно с самого детства. Но чувство прекрасного у разработчиков все-таки есть. Диалоги написаны хорошо и озвучены они тоже прекрасно. Камера обычно поставлена красиво и временами даже есть неплохая режиссура. Так что смотреть и слушать все равно интересно. Есть симпатия к персонажам. Тебе интересно, переживут герои ночь или нет? Как адвенчура, Блэк Миррор старается всем угодить. Она встречает прекрасными головоломками, когда нужно, например, открыть несколько замков комода, и она не пытается вести за ручку. Она может поставить в тупик, может заставить прочесывать особняк в поисках ключевого предмета, который подтолкнет сюжет дальше. Но в то же время игра не хочет сильно грузить и незаметно упрощается к середине. Активных точек всегда немного. Инвентарь не забивается, и всегда понятно, чего от тебя хотят. Что искать, где искать, кого спрашивать, это всегда очевидно. Отчасти, разумеется, помогает журнал задач. Он всегда напомнит общую цель. К счастью, без конкретных указаний. Хоть игра и похожа на классический квест с актуальной красивой картинкой, на самом деле она не намного сложнее ранних игр Тейл Тейл. То есть первых ходячих мертвецов или третьего сезона Сэма и Макса. Некоторые вещи, конечно, сделаны непонятно зачем. Например, когда нужно ворочать стиком, чтобы герой сконцентрировался. Но, видимо, это такая дань времени. Ничего страшного. Black Mirror хочет быть разнообразной и одинаково интересной всем. Одновременно с современной и старомодной. И в целом она хорошо держит баланс. Из плохого здесь та самая неуклюжая анимация и какие-то редкие, но дикие технические моменты. Например, раздражающие долгие подзагрузки между комнатами. Немного неоднозначное управление, когда ты вечно спотыкаешься о предметы и причудливые отношения камеры с активными точками. Когда иногда нужно искать правильный угол или правильную позу, чтобы нажать определенную точку. Это мелочи, которые не сильно мешают играть, и к ним привыкаешь, если остальное нравится. В остальном Black Mirror это уютный камерный детектив, увлекательный, атмосферный и очень жанровый. Он быстро кончается спустя часов шесть, и это, конечно, серьезный повод расстроиться. Но в контексте современных игр, когда конкурировать не с чем, такая Black Mirror все равно важное событие. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru